Дмитрий, наверное, самое главное событие этих дней – это то, что так или иначе, но, наконец-то, мы все увидели публичное выступление президента Зеленского в парламенте, и он проговорил так называемые пункты плана победы. Значит, я в двух словах напомню нашей аудитории. Первый пункт – это приглашение Украины в НАТО, это продолжение операции на территории Российской Федерации, это размещение на территории Украины неядерного сдерживающего пакета вооружения, это развитие стратегически-экономического потенциала Украины, поддержка наших операций, которые сейчас проводятся, но и после окончания войны президент Зеленский предложил поменять американский контингент, который сейчас находится в Европе, на украинский. Могу сказать сразу, что на сегодняшний момент уже есть некоторые ответы, американцы сказали, что НАТО не будет, вопрос ударов в тыл территории Российской Федерации тоже остается неизменным. Так как вы считаете, насколько жизнеспособный этот план? Американцы еще не сказали, что НАТО не будет, это сказал кто-то из американцев. Посол США при НАТО. Да, посол США при НАТО, но я бы не относился серьезно к этому заявлению, потому что Соединенные Штаты находятся на сломе времени, когда мы прекрасно понимаем, что осталось несколько недель, и в Соединенных Штатах будет другой президент. Поэтому сегодня администрация президента Байдена не может делать уже никаких резких шагов, и она их не будет делать наверняка. Поэтому будем ждать 5 ноября. Тем более, что ждать осталось недолго. Я вам хочу сказать, что мне говорят периодически, ну как там твой прогноз, что война закончится в этом году, он еще актуален? Да, я хочу сказать, он актуален как никогда. Я подтверждаю полностью то, что я сказал. Я считаю, что война, точнее горячая фаза войны закончится в этом году. И, кстати говоря, сегодня нашелся еще один человек, который подтвердил мой прогноз. Это никто не будет, а премьер-министр Словакии ФИЦА, который сказал, что... Ну, я думаю, что у нас одни источники. Просто я говорил об этом намного раньше, чем ФИЦА. ФИЦА сегодня сказал. Он сказал тоже, что он считает, что война закончится очень быстро. Горячая фаза войны. Вот просто очень-очень быстро. Поэтому, слушайте, осталось всего-то ничего до конца года. Ну, давайте, когда я поспорю, Дмитрий, и с вами, и с премьер-министром Словакии ФИЦУ, потому что он что сказал? Что сейчас в Европе там ожидается важное заседание Европарламента, обсуждается вопрос НАТО. Я, вот оптимист, понимаете, у меня всегда стакан, он переполняется, он даже не наполовину полон. Но я при том реалист и понимаю, что, ну, НАТО нет. В конце концов, ФИЦА, Орбан бесконечно говорят про Третью мировую. То есть, ФИЦА, конец войны, он как раз где-то параллельно поставил с НАТО. Но нет пока выхода из этой ситуации? Ну, чего ж нет выхода из этой ситуации? Я не хочу просто, понимаете, быть оракулом Тибета, с одной стороны. С другой стороны, я не хочу говорить вместо наших официальных лиц. У нас официальные лица будут об этом говорить еще. Я думаю, что все впереди. Дело в том, что, как сказать поделикатнее? Ну, мы понимаем, что не будет однозначного решения, когда Россию все дружно вздрючат. Этого мне хочется, и не только мне, и вам, и миллионам украинцам, и не только украинцам. Очень хочется, чтобы эту паскудную недострану, наконец, вздрючили по самые помидоры. Но, к сожалению, так не бывает, потому что в мире много всяких течений, много всяких зацепок, завязок, в первую очередь финансовых, агентурных и так далее. Поэтому, что на самом деле может быть? Может быть компромисс. Мне противно произносить даже это слово. Мне противно об этом думать. Но то, что я знаю, исходя из информации, которую я имею, плюс анализ того, что носится в воздухе, ну, конечно, будет какой-то компромисс. Когда Украине скажут, мы вам даем это, а вы даете это, и война заканчивается на этом. Кстати говоря, этот компромисс, рамки этого компромисса уже неоднократно озвучивал, ну, не сам Трамп, но его будущий госсекретарь. Венс, поэтому ничего нового я не говорю. И то, что идея с НАТО, она сейчас жива, как никогда, вот это я подчеркиваю, кто бы что ни говорил, идея о том, чтобы принять Украину в НАТО, очень сильно жива. И Фитца это сегодня сказал. Просто он не уточнил, что идея принять не всю Украину, а ту территорию, которая не оккупирована, не признавая ту, которая оккупирована. Ну, давайте опять-таки, чтобы я не говорил за официальных лиц, подождём заявления официальных лиц. Я считаю, что 5 ноября – это главный день, условный главный день, который решит судьбу войны, потому что от того, как поведёт себя новая американская администрация, и будет зависеть исход войны. Я достаточно чётко и ясно выразился, потому что мы одни не в состоянии справиться с этим скотским монстром. Европа очень маловыразительна и нерешительна. Здесь необходима прежде всего политическая воля Соединённых Штатов Америки. Политическая воля этой великой страны станет понятна после 5 ноября. Вот после 5 ноября разговор будет абсолютно предметным, но я абсолютно уверен, что до конца этого года вопрос будет решён. Да, очень часто бывший посол Украины в Беларуси, Роман Бессмертный, он как раз говорит, что в последнее время у Европы исчезла решительность в действиях. Это, правда, самая лучшая и ёмкая характеристика. Я думаю, что, Дмитрий, вы имели в виду, что Майк Помпео как раз предлагал вот этот план, Венс он предлагает вообще там полную капитуляцию для нашей страны, поэтому нам нужно основываться на более сильные планы. Но позвольте я тогда вплету сюда личные, потому что вы же должны не забывать, что помимо того, что есть реалистичные события на поле боя, есть ещё и такое понятие, как рейтинг, уровень доверия, симпатии. Вы прекрасно знаете, что наша власть, она на это ориентируется, как и президент Зеленский. И вряд ли он захочет войти в историю как человек, который, ну, пускай не узаконил за Россию, там мы никогда не признаем оккупированной территории, но что он согласился на какой-то компромисс. Это крест на всём. Это уже тогда президент не победы, а какой-то такой полукапитуляции. А как тогда вы себе представляете политический выход? То есть кто-то должен выйти и сказать, что смотрите, мы получили это, но отказались вот от этого. И явно будет часть нашего общества, которое это поддержит, а часть, которая это поднимет на штыки. Вы знаете, обо всём, даже об очень сложном, можно и нужно разговаривать простыми предложениями, простыми фразами, простыми словами. Я думаю, я не знаю, я думаю, что будучи сильным человеком, президент Зеленский найдёт правильные слова. Тем более, что он известен тем, что он никогда не прячется за обтекаемыми формулировками. Он может говорить напрямую. Я думаю, что если ситуация сложится так, как пока мы видим, президент выйдет к народу и скажет, уважаемый народ, вот что мы имеем на сегодняшний день. Без помощи этой страны и этих стран мы не можем дальше сражаться. У нас нет сил. Они нам говорят, отдайте это и возьмите это. Я не могу принимать такое решение, как президент. И я обращаюсь к народу. Я объявляю референдум. Вы согласны на это или нет? Если согласны, я подпишу. Если не согласны, я не подпишу. Ну, примерно как-то так. Я думаю, как-то так. Но учтите, до этой речи предполагаемой еще должно пройти время, потому что нам еще ничего не предложили. Нам еще ничего не сказали. Нам могут вообще сказать не это, не то и не это. А вообще ничего. Все может быть. Сегодня США написала о том, что президент Зеленский, который успел уже европейским политикам, своим коллегам презентовать план победы, что он как будто бы дал три месяца на выполнение, или то, чтобы взяли в работу. Будем откровенны, Дмитрий, этот план победы, он действительно на 90% про Запад и на 10% как-то про нас. Разве что украинский контингент в Европе, который замещает Америку, это про нас. Это похоже, ну, если не на ультиматум, то, по крайней мере, на категорическую позицию. Хотя снова-таки возвращаясь к этим пунктам, ведь это все то, что мы просили. Дайте нам 100 танков, европейцы говорят, 2,5 вам хватит. Дайте нам ракеты, держите дроны. И всегда это происходит в обмену понятий. Нет ли здесь риска в том, что произойдет некий раскол с нашими партнерами? И я даже вам скажу, что есть предположение, что президент Зеленский специально завысил ставки в этом плане, чтобы если Запад не идет навстречу, то всегда можно было сказать, это не мы проиграли, это Запад проиграл и нас не поддержал. Поэтому все равно мы возвращаемся там, условно, к непопулярному пункту того, что нам придется отказаться от каких-то территорий. Алена, на самом деле, жизнь проста как огурец. Все очень просто. И я всегда стараюсь не искать двойные, а то и тройные смыслы в простых вещах. Я сейчас буквально в нескольких предложениях объясню суть вопроса. Суть вопроса заключается в том, что в 90-е годы Украина отдала второй по величине, нет, третий по величине в мире ядерный потенциал. В обмен на гарантии, неприкосновенности, соблюдение территориальной целостности со стороны главных на тот момент стран мира. А именно Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Великобритании, Германии, не помню, да или нет, Франции, Великобритании, России, и Китай еще был как наблюдатель там, насколько я помню. Значит, эти страны дали гарантии, что мы отдаем свой ядерный потенциал, мощнейший, третий в мире по величине и по мощности. И с вами ничего не случится. Они нас обманули. Кинули. Надули, как говорит Путин. Обманули, кинули, надули. Это любимые слова Путина. Вот он ходит обманутый, кинутый, надутый. Значит, вы знаете, Леонид Данилович Кучма мне рассказывал, когда он подписал это соглашение, а альтернатив не подписывать его не было. Если честно. Но кто знал, что западные партнеры и тогдашняя Россия с Ельциным, который дружил с Кучмой, могут обмануть? Ну, кто мог представить? Тем не менее, когда он подписал, его отозвал в сторонку президент Франции, Франсуами Терран, и сказал, молодой человек, вы что, не понимаете, что вас обманули? Что вас только что обманули? Сказал Франсуами Терран Леониду Кучме. Это я говорю не, что-то где-то слышал. Это мне Леонид Данилович рассказывал. Поэтому подхожу к главному. На нас напал враг. Фашистская Россия. Этот враг уничтожает наше мирное население, наших военных, убивает людей, украинцев, разрушает украинские города, украинскую инфраструктуру, разрушает Украину. Ну, мир должен реагировать или нет? Если мир не отреагирует так, как должен, не только справедливости нет, вообще будущего у этого мира нет. У Запада, если он сегодня не даст по рогам этой взорвавшейся, тупорылой стране под названием Россия, у Запада нет больше будущего, потому что опьянённая возможным успехом, эта бензоколонка попрёт дальше. Это закон джунглей, закон леса. или ты зверя убиваешь, или даёшь ему по голове так, что он больше не думает о нападении, или ты показываешь слабость зверя, опьянённый кровью и успехом, идёт дальше. Поэтому спасибо Западу, Объединённому Западу, за то, что не дал нам пропасть. Я называю вещи своими именами. Если бы они нам не помогли, государства, Украина, нашей Родины уже не было бы. И я хочу сказать спасибо и Джо Байдену, и Борису Джонсону, и Соединённым Штатам Америки, и Германии, Великобритании, конечно же, странам Балтии, Латвии, Литве, Эстонии, Нидерландам, Польше, Румынии, Дании, Швеции. Можно перечислять очень много стран, как то Чехии, которые протянули нам руку дружбы. Конечно, мы бы не справились с ними, с этой ордой ненавистной, но пора определиться. Или вы снимите крест, или наденьте трусы, что-то надо определяться уже. Потому что вот эти полумеры, знаете, великий украинский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Валерий Филиппович Борзов, у него есть замечательное выражение «чистая полушерсть». Вот то, что делают наши западные партнеры, их действия, это чистая полушерсть. Это чтобы и овцы были целы, и волки были сыты. Ну, так не может быть в принципе. Ну, хватит. Ну, хватит. Уже скоро три года почти. Уже надо определиться. потому что вот это желание, чтобы Украина не проиграла и Россия не победила, а также это желание, чтобы Украина не победила и Россия не проиграла, как хотите, так и называйте. Но это провал. Покажите яйца, у вас же они есть, достаньте их. Руку засуньте в штаны, нащупайте, если вы уже не помните, что они у вас там есть. покажите всем яйца железные, сукните одно об другое и долбаните Россию.